Арсюша, почти 150 лет назад жил замечательный художник Винсент Ван Гог. Его картинами восхищается весь мир. Запомни пока вот эту, самую известную, «Звёздная ночь». И поговорим сегодня о небесных созвездиях. Ты уже знаешь, что всё-всё, что нас окружает, и здесь, на нашей планете, Земле, горы, моря, леса, города, люди, и в небе звёзды, планеты, кометы – всё это называется Вселенная. Вселенная так огромна, что мы даже не знаем, есть ли у неё границы. И, кстати, ты не забыл, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва больше 13 миллиардов лет назад и теперь постоянно расширяется. И ты, конечно, помнишь, что все небесные тела во Вселенной объединены в галактики. Галактики, звёздные скопления, имеют причудливые формы и плывут в космическом пространстве, как будто острова в океане. Галактик во Вселенной – миллиарды, и в каждой галактике миллиарды звёзд. В результате получается такое огромное количество звёзд, которые представить-то себе невозможно, не то чтобы увидеть. Но человек всегда стремился раскрыть тайну звёзд. Сначала он просто вглядывался в ночное небо глазками. Позже изобрёл бинокль и увидел больше звёзд. Ещё позднее был изобретён телескоп, в который видно уже много-много звёзд. Даже те, которые далеко-далеко от нас, и потому простым глазом их увидеть невозможно. Но всё равно с Земли можно увидеть только малую часть всех звёзд Вселенной. «А что, если наблюдать за звёздами не с Земли, а из космоса?» – подумал человек. И учёные построили огромный телескоп и запустили его в космос. Это телескоп «Хаббл». Он летает в космосе далеко-далеко от Земли и присылает на Землю фотографии звёзд и галактик. Мы с тобой попозже поговорим об этом. А пока давай снова спустимся на Землю и посмотрим на небо отсюда, с Земли. Интересно, что одну звезду мы всегда видим днём. Можешь назвать её? Это Солнце. Солнце – большая яркая звезда. Это центр Солнечной системы. Вокруг него вращаются девять планет, каждая по своей орбите. Звезда Солнца мало чем отличается от других звёзд на небе. Просто остальные звёзды находятся гораздо дальше от Земли. И поэтому кажутся нам такими маленькими. Люди ещё в далёкой древности заметили, что звёзды не просто так в беспорядке разбросаны в космосе. Они объединены в группы. Как у вас в детском садике группы «Солнышко», «Колокольчик»? И само слово «Космос» означает «Порядок». Это слово придумали древние греки. То есть, как у вас в садике в группе у каждого есть шкафчик, в котором все вещи сложены в порядке, так и звёзды на небе имеют своё постоянное место. Люди заметили, что если мысленно провести линии от одной звезды к другой, то получаются различные фигуры. Такие фигуры называются созвездиями. Путешественники и мореплаватели с давних времён используют небесные созвездия в качестве ориентира для определения своего местоположения на земле и на море. Ещё древние люди дали созвездиям имена зверей, на которых им казалось, они были похожи. Медведица, лев и даже дракон. И сочинили про них мифы и легенды. Вот, например, такая легенда о созвездии, которая называется Большая Медведица, и которую ты теперь умеешь отыскать на ночном небе. По легенде, бог Зевс, чтобы спасти от гнева богини Геры свою возлюбленную, нимфу Калиста, превратил её в Большую Медведицу и вознёс на небо. А заодно её подружку Зевс превратил в Малую Медведицу. В созвездии Большой Медведицы семь звёзд, и они как бы образуют ковш с ручкой. Эти звёзды имеют свои имена. Вот четыре звезды самого ковша. Смотри, справа самая верхняя. На неё показывает красная стрелка. Называется Дубхе, что по-арабски значит Медведь. Сразу под ней внизу показывает стрелка жёлтая. Неорак, что значит Поясница. Теперь двигайся влево. Внизу зелёная стрелка указывает на звезду Пегду, бедро. От неё поднимай глазки вверх. Голубая стрелка указывает тебе на звезду под названием Меглец. Начало хвоста. Теперь смотри левее. Три звезды образуют ручку ковша. Звезда Алиот – белая стрелка. По-арабски значит Курдюк. Звезда Мицарь – стрелка розовая. Кушак – набедренная повязка. Последнюю звезду в ручке ковша. На неё указывает оранжевая стрелка. Называют Бенет наш. Давай мысленно соединим все эти звезды так, как это давно-давно сделали древние люди и получили фигуру медведицы. Похоже, не правда ли? Смотри, внизу большая медведица, над ней малая медведица. В созвездии Малой Медведицы есть очень красивая и яркая звезда. Она называется Полярная звезда. На картинке на неё указывает жёлтая стрелка. Полярная звезда примечательна тем, что всегда находится в северном полушарии. И направление на неё всегда совпадает с направлением на север. Это позволяет использовать Полярную звезду для ориентации на местность. Попробуй сам найти Полярную звезду, когда будешь наблюдать ночное небо. А пока давай потренируемся. Для этого сначала тебе нужно будет найти на небе созвездие Большой Медведицы. Большой ковш. Потом найди Малую Медведицу. Малый ковш. Теперь в Большом ковше найди две звезды, которые как бы образуют его стенку напротив ручки. Одна из них в Дубхе. Вон на неё показывает красная стрелка. Другая в Мерак. На неё показывает зелёная стрелка. Теперь мысленно соедини их линией. И проведи эту линию дальше, вверх, в направлении Малого ковша. На картинке тебе поможет в этом белая стрелка. В конце этой стрелки ты и увидишь Полярную звезду. А если ты будешь глазками глядеть на Полярную звезду и вытянешь вперёд свою ручку, то рука покажет тебе направление на север. Теперь ты знаешь, где находится север, и никогда не заблудишься, если окажешься в лесу или на море. Но давай снова вернёмся к звёздам Большой Медридицы. Если продолжить линию ручки ковша через звёзды Алиот, Митцар и Беннет-Наш, то она укажет самую яркую звезду северного небесного экватора. Арктур. Последи, куда указывает красная стрелка. Также, когда будешь смотреть ночное небо, хорошенько-хорошенько приглядись к звезде Митцар, той, на которой здесь на картинке указывает розовая стрелка. Рядом с ней ты должен видеть еле-еле заметную звёздочку. Это Алькор, что по-арабски значит забытая. С древнейших времён считается, что тот, кто видит звезду Алькор, обладает очень хорошим зрением. Эту пару звёзд Митцар и Алькор называют ещё Конь и Всадник. Теперь, когда ты легко можешь отыскать на ночном небе созвездия большой и малый медведи и образующие их звёзды, попробуем отыскать другие созвездия. Например, созвездие Кассиопея. Красивое название, не правда ли? По легенде, Кассиопея, жена эфиопского царя Цефея, заявила, что красивее её нет никого на свете. Этим разгневала богов и была наказана. Теперь она живёт на небе. Как отыскать это созвездие на небе? Снова найди большую медведевку. На картинке у неё жёлтые звёздочки. В ручке большого ковша выбери среднюю звезду. Это Митцар. Теперь от этой звезды мысленно проведи линию. На картинке это белая стрелка к малой медведевке. И прямо к её полярной звезде. Она на картинке голубая. И двигайся за стрелкой дальше. Примерно на такое же расстояние. В правом верхнем углу ты наверняка увидишь довольно яркое созвездие. На картинке его звёздочки оранжевые. Это и есть Кассиопея. На небе Кассиопея похожа на букву М. А ещё научись отыскивать на ночном небе созвездие дракона. Посмотри на картинке. Между ковшами большой и малый медведевец. Начинается его хвост и уходит вверх и влево. На картинке его звёздочки зелёные. По легенде дракон имел сто голов. Он охранял волшебную яблоню, золотые яблочки которой даровали бессмертие тому, кто их съест. Теперь ты без труда сможешь отыскать на небе созвездие большой и малый медведевец, Кассиопея, дракона. А есть в нашем северном полушарии ещё другие созвездия. Валопас, гончие псы, волосы Вероники, лев, рысь и жираф. А теперь снова обратимся к Ван Гогу, к другой его картине, посвящённой звёздному небу. Какое созвездие здесь угадывается?